всем доброе утро добрый день дорогие друзья доброе утро рада вас приветствовать на наших встречах по средам которые называются мудрый коучинг помню что по средам с вами говорим о деньгах и о том собственно говоря какие законы существуют для того чтобы эти самые деньги к нам в нашу жизнь приходили и насколько мы готовы следовать этим вещам или наоборот нас вполне устраивает то как есть на то вообще как мы живем и сегодня я традиционно начала свое утро очень рано с исследования о том что люди которые жаворонки которые совы имеют вообще кардинальную разницу и 90 процентов людей которые добились успеха это люди которые врожденные либо и обретенно стали жаворонками и лишь малая толика творческих людей которые легко и свободно работают ночью и для них это не составляет никакого труда то есть они способны сконцентрироваться это людям совы но это просто единицы и дальше прямо были факты подтверждающие о том что у жаворонков выше уровень адаптации к стрессу выше уровень внутренней дисциплины самоорганизации выше уровень способности простраивать коммуникацию привели и принимать правильные решения но в общем 12 минут спикер вообще так мощно продал идею про то что утренние подъемы это круто я уже давно к этому пришла и продолжаю уже не первый год работать своей жизни над утренними подъемами и я всегда утром стараюсь слушать или смотреть что-то что априори как бы задает мой вектор на весь день я никогда не слушаю утром новости не смотрю курс доллара ну то есть эти вещи я не делаю я делаю то что я считаю правильным для меня и сегодня утром я слушала несколько таких вдохновляющих для меня выступлений и одно из них было о самосаботаже и сопротивлении как вы понимаете я как и все люди ну я не знаю как вы может вы не все люди выйти не страдаете но периодически у меня тоже возникает потребность как бы ничего не делайте чтобы все было такая знаете глупость несусветная но тем не менее приходит иногда и я в такие моменты еще всегда ответы на свои вопросы фраза который сегодня меня поразил и на мудром коучинге хотел с вами поделиться она звучала следующим образом самый главный твой конкурент это ты никто не может заставить вас лежать в кровати проспать три будильника опоздать а вы можете никто не может заставить вас есть восьмую пирожку поесть жареную картошку там с пол второго ночи а вы можете никто не может заставить вас завалить вообще в хлам собственные отношения притворяясь что у вас много работы вы куда-то бежите или там что вашему партнеру до вас нет дела никто не может вы можете мы можем и может быть для вас очевидная фраза но для меня на сегодня стала просто открывающей определенные окна в мир бизнес мышления в том числе потому что очень многие люди которые хотят зарабатывать больше имеют страх конкурентов что уже все это делают никто не делает ставьте в чат 10 кто знает таких людей или сам является таким человеком вот это очень как бы важный момент и каждый раз когда я думаю что ну вы знаете да я занимаюсь арт-терапией я обучаю людей 52 стран мира этому и каждый раз я думаю ну вот столько людей уже это делает там мои невероятные учителя которые это делают прекрасно там другие классные ученики уже которые там несутся на низкой скорости там арт-терапии и все 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 это происходит как бы и ты думаешь ну как бы зачем уже можно и и на пенсию да а потом ты вдруг понимаешь что на самом деле ну как бы реально твой главный конкурент это ты и это заводит и это просто думаешь ну для меня это так для меня как это для вас вы уже решите сами сегодня будем говорить о бедности где первая большая буква б и е получается бе и богатстве где первые две заглавные большие бо вот такая у нас сегодня будет драма между бе и бо однажды на этом построил ворсу выступление родислава на пас я буду цитировать не его но слова которые хочу вам сегодня зачитать мимо хотелось чтобы вы над ними подумали слушайте внимательно сейчас просто расслабьтесь и дайте этому этой мудрости сделать внутри вас работу бедность быстро найдет свое место в вашем сознании свой так сказать уголок если это место не будет занятым мыслями о богатстве запомните для того чтобы достичь высот требует не больше усилий чем для того чтобы смириться с нищетой и страдания я повторю это важно запомните для того чтобы достичь высот требуется не больше усилий чем для того чтобы смиряться всю жизнь с нищетой и страданий чем дольше мы идем к успеху, тем он становится ближе. Слишком многие бросают дело за шаг до победы. Запомните, этот шаг сделают другие. Большинство великих людей, достигших своих знаменательных успехов, решились всего лишь на один шаг после своего самого сокрушительного поражения. Не тратьте время даром, беспокоясь о том, что думают о вас другие. Важно то, что вы делаете, и то, что вы думаете. Чужое мнение – самый дешевый товар на земле. Дороже всего обходятся слова «у меня не было времени». В деле, не доставляющем вам никакого удовольствия, преуспеть невозможно. Отчаянно ищите то, что вас вдохновляет. Когда человек начинает себя жалеть и придумывать оправдания своим неудачам, он начинает постепенно умирать. Спрашивайте совета у тех, кто, кажется, может сказать вам правду, даже если вам будет больно ее слышать. Пустая похвала не способствует развитию и самосовершенствованию. Не важно, как вы сегодня одеты и сколько у вас денег, ибо успеха добивается тот, кто к нему стремится. Есть хорошие идеи. Не медлите, не сидите. Воплощайте. Часто решение действовать немедленно позволяет осуществить самые несбыточные мечты. Кто вам сказал, что это невозможно? И кто он такой, чтобы так запросто оперировать словом «невозможно» по отношению к вашим мечтам, мыслям и целям? Все, что человеческий разум способен понять и во что он способен поверить, достижимо. Наш разум не имеет пределам за исключением тех, которые мы самим уставим. Ни один человек за всю историю не добился ничего великого, не породив это сначала в своем воображении. Медитируйте и мечтайте. Сосредоточьтесь все силы на достижении желаемого, чтобы у вас не было времени бояться нежелательного. Неудача — это либо благословение, либо проклятие. Все зависит от того, как вы относитесь к ней, как камнем преткновения или как камнем в фундаменте достижения своего результата. Делайте больше того, за что вам платят, и вскоре вам будут платить больше того, что вы заслуживаете. Мастерство приходит только с практикой и не может проявляться лишь в ходе чтения инструкций. Улыбка всегда побеждает в жестком споре, поскольку трудно спорить с человеком, который улыбается вам в лицо. Самые острые умы — это те, которые заточены большим количеством практического опыта. Поднимайтесь и пробуйте каждый день снова и снова. Возьмите под контроль ваш разум, и без покойства придется искать другое место. Никто не может быть настолько хорош, чтобы в нем не было плохого. И никто не может быть настолько плох, чтобы в нем не нашлось ничего хорошего. Сексуальная энергия — это творческая сила. Сила всех без исключения гениальных личностей. Никогда не было и нет. И не будет великого художника, актера или архитектора, миллионера или другого талантливого человека, импотента. Сила в руках того, кто хочет работать хорошо. Хорошо относиться к окружающим важно. И не забывайте делать немного больше, чем от вас ждут. Честность — это единственная вещь, для которой не было найдено достойной замены. Придерживайтесь ее. Вы будете удивлены, на что вы оцениваете себя, потому что то, что вы цените в себе меньше всего, и есть ваше самое большое достоинство. Деньги ждут вас в неограниченном количестве, если вы точно знаете, сколько и на что вам нужно. Когда начинаешь богатеть, деньги проистекают столь быстро и в таком количестве, что воистину удивляешься, где же вы хранились все предыдущие годы моей жизни. Есть нечто бесконечно лучшее, чем просто зарабатывать себе на жизнь. И оно заключается в том, чтобы прожить эту жизнь достойно. Не смотрите на звезды, пытаясь узнать направление ваших бед. Взгляните внутрь себя, и вы получите ответов гораздо больше, чем среди тысячи звезд. Семь основных отрицательных чувств, которые вам следует избегать — это страх, зависть, ненависть, месть, жадность, суеверие и гнев. Определите свои цели. Работайте для их достижения. Направляйте свои мысли, контролируйте эмоции и действуйте. Вы станете подлинным творцом своей судьбы. Вы найдете нужные ответы, если будете их искать. Это слова Наполеона Хилла. А Илон Маск сегодня именно для меня сказал следующие слова. Вселенная — это ответ. Самое важное — поставить правильный вопрос. С вами была Елена Тарарина. Спасибо за поддержку Ноланды. Ссылка в названии этого видео. Благодарю, что поделились им. До встречи в эфире. «Благодарю». «Обитая глаз мыши». Абитая spielt. Продолжение следует...